Братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас с вами есть возможность. Бог не лишил нас. Этот день, это возможности. И этот день закончится. И он может уйти и стать историей. Я бы хотел, чтобы в этом дне мы могли с вами использовать его по максимуму. И те, которых Господь призвал, чтобы они готовились, потому что есть опасность, Писание говорит, только бы нам одетыми не оказаться ногими. Брат передо мной уже, Александр Дмитриевич, напомнил о том, что Иисус стучал не куда-то в неизвестное. Он стучал в двери церкви своей, которую он купил. Это ладикия. Она была ногой, она была жалкой, она была слепой, и она нуждалась в нем. И он не прошел мимо ее, он стучал ей в двери. Братья и сестры, дорогие мои друзья, сегодня Богу есть что нам сказать. Бог говорит нам в церкви своей, через проповедников Евангелия, через благовестников. Бог говорит нам сегодня в обстоятельствах нашей жизни, когда скорби, трудности посещают живущих на земле. Это не что иное, как его голос. Братья и сестры, но кто-то будет опоздавшим. Кто-то будет иметь правильные мысли о Божьих судах, о Божьем конце, много будет знать, но не успеет войти. И такая опасность существует. Если вы знакомы немножко с учением Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 25 глава, Иисус Христос говорит, тогда Царство Небесное будет подобно десяти девам, пять мудрых и пять неразумных. И когда жених пришел, то мудрые вошли с ним, и двери затворились. После приходят и неразумные девы, и расстояние-то было всего ничего. Это дверь. И когда они стояли перед дверью и говорили, Господи, Господи, отвори нам, они услышали голос. Не дай Бог, чтобы кто из нашего собрания сегодня, слышите, услышал это. Но ведь будут люди, которые услышат этот голос. Отойдите от меня, я никогда. Я не знал вас. Это опасность. Потому что, когда мы, слыша Слово Господне, не даем Ему места в нашем сердце, это бывает страшной трагедией. Да избавит нас Господь от этого. Братья и сестры, желание сегодня моего сердца как раз поговорить о том, что Бог начал делать на нашей земле уже почти больше, чем две тысячи лет. Написано так в послании к евреям, Бог многократно, многообразно говоривший отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в Сыне, через Которого и веки сотворил. Именно к Божьему Евангелию сегодня мне хочется и повести наше дорогое собрание. Братья и сестры, откроем сегодня страницы книги Святого Евангелия от Луки, 19 глава, и прочитаем один стих, первый. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Братья и сестры, мы с вами слышали о том, что Евангелие Иисуса Христа в последние дни и больше нет ничего наиважнее, чем то, что бы мы могли услышать. Я сегодня хотел бы на четыре вопроса ответить. Кто спасает? Второе, мы с вами услышим, где спасает? Третье, кого спасает? И четвертое, как спасает? Безусловно, речь идет о нашем Спасителе Иисусе Христе. Это о нем Дух Святой говорит. Он может всегда спасать приходящих к Нему, через Него к Богу. Он может всегда спасать. Удивительно, Священное Писание говорит тоже в Евангелии от Луки, когда люди изумились, что Иисус Христос сказал, что удобнее верблюду войти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Они испугались и задали Ему риторический вопрос, а кто же тогда может спастись? Иисус ответил, слышите, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Братья и сестры, само нахождение города Иерихон, это город Пальм, это был как сад Божий, рощи. Бальзамические пальмы и деревья, ароматы неприходящей красоты, обоняния. Город, где проживали свою жизнь многие богатые, состоятельные люди, город, который находился недалеко от Иерусалима, всего в 17 километрах, но лежал глубоко в долине Иорданской, ниже уровня моря, больше чем 100 метров. Иерусалим нужно было подниматься высоко. Он был более чем 1 километр высотой от того расстояния, в котором находился Иерихон. Иерихон – это, как всегда, город, город, который когда-то был взят сынами израилевыми, город, который подвергался суду Божьему, город, который находился под проклятием. Мы с вами прочитали удивительное событие. Иисус вошел в Иерихон, Иисус проходил Иерихон. Что сегодня говорят нашему слушателю эти слова? Вошел и прошел. Но за этими двумя скупыми строчками стоит поиск Божьего Сына. Многие Его последователи тоже проходили по земле, но они были Его свидетелями. Что же делал Иисус в Иерихоне? Он вошел и проходил Иерихон. У него была задача. Он знал, что это последний раз он проходит этим путем. Мы об этом с вами читаем на страницах предыдущей главы 18-й с 31-го текста. От 12 учеников своих он сказал, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, поругаются над Ним, оскорбят Его, оплюют Его, будут бить и убьют Его, и в третий день воскреснет». Это Иисус. Ему было кому говорить, Ему было что сказать. Дорогие мои, и от того, как люди реагировали на встречу с Господом, очень многое определялось для них. Для некоторых это были упущенные возможности. Вы помните, что когда Он приходил в Иерусалим, проходил Иерусалим, по крайней мере, сказано о трех слепцах, которые не видели, но желали видеть. Один из них был Вартимей, а два других, мы не знаем им имена, что хотите от Меня, чтобы Я сделал, Господи, чтобы нам прозреть. Они хотели, чтобы видеть Господа, и они прозрели. Был человек богатый, которому Господь тоже дал рецепт для того, чтобы он воспользовался им, но богатый человек подумал, что он слишком богат, а Иисус не стоит того, чем он владеет, и он отошел от него с печалью. Братья и сестры, поэтому, когда мы смотрим с вами сегодня, мы с вами читаем 10 стих, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Он в поиске. Он не просто блуждал, он не просто убивал время, потому что не знал, что делать. Он был в поиске, как мы с вами прочитали, он пришел взыскать и спасти погибшее. Наш мир нуждается в Господе. Наши города сегодня американские нуждаются в Господе. Наши дома сегодня нуждаются во Христе, в Его посещении. Наша страна, наши руководители, наши учители, профессоры, они нуждаются в том посещении. И беда в том, что, встречаясь с Ним, люди чаще всего закрывают двери. О них сказано Писание, но не принесло слово, слышанное ими, нерастворенную веру и слушающих. Да, наш мир действительно в глубокой духовной проблеме. Послание к римлянам, третья глава, одиннадцатый текст, так написано сегодня, это констатация Святого Духа, как Он видит сегодня живущих на земле людей, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились, одинаково негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Братья и сестры, безнадежное состояние, но у нас есть Спаситель, у нас есть Его Слово, Слово пророческое, посмотрите, как оно представляет нам Господа Его служением, Его труд. Откройте вместе со мной книгу пророка Эзекииля, 34-ю, 34-ю главу, 15-й, 16-й тексты, вот как сказано о тех, кто был потерян, о тех, которые остались без пастыря, вот как о них сказано, о Его служении представлено, я буду пасти овец моих, я буду поить их, потерявшуюся и больную отыщу, возвращу. Братья и сестры, какое богатство, какая возможность сегодня для тех, кто обречен из его овец. И Господь это делает. Братья и сестры, не потому, что люди ищут Господа, но всегда Господь выходил навстречу нужде грешного человека. Грех лишает нас общения с Богом, грех убивает нас, потому, что сказано в Писании, душа согрешающая умрет, но со страниц Божьей книги мы слышим голос Божий. И он говорит о том, что Бог выходит навстречу нужде человека. Бытие, 3 глава, 8-9 стих. услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал, Адам, где ты? Братья и сестры, потрясающая весть. Сегодня для живущих на земле Бог выходит навстречу отчаянной безнадежной нужде грешника. Братья и сестры, когда Бог зовет грешному человеку, Он ищет возможности спасти его погибшую душу. Братья и сестры, вот как Писание говорит сегодня о живущих на земле людях. Послание Ефесянам, 4 глава, 17-19 тексты. Написано, Мы жили и поступали, как прочие народы, поступают по суетности ума своего, помрачены в разуме своем, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества, ожесточения их сердца, они дошедшие до бесчувствия предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Братья и сестры, абсолютно нет никакой надежды для таких людей. Они погибают, они сгорают в похотях и помыслах, они погибшие существа, но, как с вами мы прочитали, Иисус Христос приходит к ним, как доктор ищет больных и у него есть все необходимое, так Иисус Христос выходит навстречу этой отчаянной нужде. Посмотрите, как пророк Исаия, как пророк Исаия видит народ, среди которого он совершал свое служение. Первая глава третьей и шестой тексты, мы так читаем, «Волк знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет, увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные оставили Господа, призрели святого Иаковлева, Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло от подошвы ноги до темени головы, нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные, не смягченные елеем. Братья и сестры, неприглядная картина, когда мы смотрим, это больные люди, пораженные грехом. Но приходит Иисус, и мы с вами прочитали, что Он вошел в Ирихон. Он вошел в Ирихон и проходил через Него. У Иисуса есть цель. Иисус не просто вошел в город грешных людей. Спаситель проходил через Него, как врач проходит к больным пациентам. Мы с вами читаем следующий текст в этой главе. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Братья и сестры, у Бога есть цель. Бог спасает не только бедных людей, Бог спасает не только людей слабых, безусловно, Он любит, безусловно, Он любит всех людей одинаковой любовью, но в Его круг интересов попал этот человек, богатый, состоятельный, начальствующий над мытарями, но презренный от людей. Я думаю, что это состояние, оно угнетало его, и Господь захотел встретиться с ним. Вообще, когда мы говорим сегодня о Закхее, одно из значений его имени это чистый. Как это звучит сегодня парадоксально, чистый и грешный. Именно так люди его знали, потому что тогда, когда мы дальше будем с вами смотреть, написано и все стали роптать, что он зашел к человеку грешному. Люди презирали, когда человек водил дружбу с такс-коллекторами, с мытарями. Они считались нечистыми. Для таких людей закрывались синагоги. Они были там не в милости, они были там чужими, от них скорее избавлялись там. Но мы с вами прочитали текст, приближались к Господу, мытарей и грешники и слушали его. А других людей это раздражало и они роптали на него. Но мы с вами прочитали, он был человек богатый. Независимо от того, сколько вы имеете, быть вы так богатый, как сегодня богат Билл Гейтс. Но серебро и золото сделать могут многое в вашей жизни. Вы можете себе позволить многое, но золото и серебро не принесет вам спасения. Оно не сделает вашу душу чистой. От греха беззаконие это делает только спаситель. Братья и сестры, заметьте, еще одну особенность, это очень важно. Иисус проходил через Иерихон, и это был неповторимый акт посещения. Он был уникальный, потому что второй возможности Иерихон уже не будет иметь. Мы с вами читали, много народа было вокруг него, но воспользовались Божьей благодатью и силу прощения пережили совсем немногие. Неужели его рука была короткой? Неужели его силы не хватило? Нет. Возможности использованные были утеряны раз и навсегда. Поэтому это время прихода Господа в Иерихон, оно было неповторимым? А кто из нас знает время посещения, когда Господь посетит нас? Кто знает день смерти, когда Господь скажет сестра или брат, выходи? Я пришел, этот день настал. Никто из нас не знает. Братья и сестры, очень разумно воспользоваться этим временем тогда, когда оно приходит. есть еще одна особенность. Писание говорит нам через пророка Исаия 55 глава 6 стих «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, добротятся к Богу нашему, ибо Он Бог многомилостивый». Посмотрите, какая возможность открывается для людей, какая изумительная перспектива. А вот пророк Амос в 5 главе 4 тексте написано «Взышите меня и будете живы». Братья и сестры, действительно, когда мы сегодня с вами смотрим, нужда сегодня в наших домах, в наших церквах, в наших городах в том, чтобы Он посетил, чтобы Он пришел к нам. Но это не только несет нам удовлетворение наших нужд, оно подчас бывает драматичным переживанием. Потому что как мы имеем огромные возможности, так мы можем пережить и огромные потери. Братья и сестры, интересно, еще одна особенность, которая послужила к тому, что мы видим факт благословенной встречи. Захей искал видеть Иисуса. Мы с вами посмотрели о том, что Иисус хотел встретиться с Ним. Когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, там написано «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил». Это Бог, оживляющий мертвых. Это Бог, который спасает грешного человека без надежды. Это тот, который дает надежду и второй шанс для человека. Если бы не он, наверное, никто бы из нас не был сегодня в этом доме. Я пришел взыскать и спасти. Я хочу обратить ваше внимание на слово «взыскать». «Взыскать». Посмотрите, что значит это слово. Взыскать – это преследовать. Взыскать – это высматривать. Взыскать – это искать. Это еще четвертое значение «ухватить». «Ухватить». Подумайте, насколько неограничен в своих возможностях Господь. мы иногда идем по улице. Страшное движение автомобильного транспорта. Ребенок боится, и мы говорим ему «держись за меня». И он держится. Поча за юбку маме или за папины штанишки или за папину руку. И когда мы чувствуем, что ребенок теряется, то самое благоразумное его взять на руки. Взять почему на руках отца и матери самое безопасное место. Не побежит, не пустится от страха бежать на опасность. Вот так о Боге сказано, что он преследует с одной целью спасти, остановить, на краю ухватить. Именно такие подвижники были в народе Божьем, которые боролись за грешные души и сторгая их из ада, из огня. Братья и сестры, это наша задача сегодня. Делать все возможное, когда мы видим, что люди идут в погибель. И вот Господь находит, встречается с ним. Братья и сестры, еще одна особенность. Иисус знает, кого спасать. Находилось очень много народа, который окружал его. Иисус делает призыв Закхей, сойди скорее. Братья и сестры, много народа было, больше, чем в нашем собрании. И вдруг среди этого собрания голос Спасителя Закхей, презираемый, грешный человек, обрюваевый мыслями и страданием. И вдруг к нему среди этой толпы теснящий Господа голос «Сойди скорее!» Но Иисус наметил с ним эту встречу. Братья и сестры, у каждого из нас была встреча с Господом, не так ли? И мы не знаем, где она произойдет с нашими детьми. Посмотрите, у Моисея эта встреча произошла, когда он был далеко в пустыне от места своего жилья. у Павла Апостола произошла встреча на дороге в Дамаск в полдень. Петр Апостол пережил эту встречу с Господом, когда его лодка была наполнена рыбой так, что она уже начинала тонуть. И вот тогда только его глаза открылись, и он припал к Господу и сказал «Выйди, Господи! Я человек грешный!» Но это были встречи. Женщина-самарянка пришла к колодцу, и это была ее встреча, которая изменила всю ее жизнь. Эта встреча была назначена Господом и для Закхея. Братья и сестры, когда мы ищем Господа, это не значит, что у нас все идет ладно, как мы написали сценарий. Иногда Бог в нашей записке рвет и выбрасывает в мусорный бачок. Потому что мы не знаем где и как дышит Дух Господен, но Он дышит, Он работает. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И поэтому, братья и мои сестры, когда Он искал встретиться с Господом и видеть Его, то Он не мог. Это как раз говорит о том, что Он делал попытку раз за разом, но все Его попытки не увенчались успехом. Он был слишком коротким. Коротышкой он был, малым ростом. Это по крайней мере где-то метр с небольшим. Он не мог видеть, но когда он увидел смоковницу, что-то внутри сказала «Беги туда!» этот серьезный человек, начальник мытарей, человек богатый, пустился бежать. Я думаю, что люди могли осуждать Его и еще делать из этого посмешища. Бежит куда-то, но Его старание не обмануло Его, потому что когда Он влез на смоковницу, Иисус увидел Его и позвал Его. Заметьте, здесь еще один урок для нас. Он позвал Его лично никого-то, не всех. Господь позвал Его лично. Закхей, сойди скорее. Братья и сестры, здесь есть еще четвертый урок. Четвертый урок говорит о том, что это была возможность, которая была очень короткая, но она была судьбоносная. Мне надобно быть у тебя. Она была неотложной, ее нельзя было перенести и сказать, я сегодня не готов, через три дня, спаситель, я распахну двери дома для тебя. Мне надобно сегодня быть у тебя дома. Человек грешный, человек, который жульничал, мошенничал, человек, который обирал других и жил за счет этого, и стяжал себе богатство, ему было что приводить в порядок. Но когда Господь обратился к нему, он принял Господа, он с радостью сошел и сказал, Господь, это твое. А когда люди обескураживающие начали поносить его и говорить, ты вошел к человеку грешному, братья и сестры, он пережил раскаяние, он пережил новую жизнь в своей жизни, и от мошенника, жулика, нечестиво обогащавшегося человека, он стал нашим братом по духу. Так Господь Иисус говорит о нем, он сказал, Господи, половину имения своего я раздам нищим, а кого обидел, воздам ему вчетверо. Именно так, именно так мы можем судить, почему, потому что книга Исход, 22 глава, 1 стих говорит, кто у кого что-то возьмет, украдет, убьет, то должен заплатить за это вчетверо. Отсюда мы можем говорить о том, что действительно люди в своем представлении о нем были правы, но посмотрите, как Господь встретил это. Господь сказал, сегодня в этот дом пришло спасение, потому что и он сын Авраамов. Все вы сыны Божии по вере во Христа. Это наше сыновство, это наш брат, которого спас Господь. Дорогие мои, вы сегодня слышали слово. Вы сегодня слышали слово о том, кто спасает, где спасает, кого спасает и как спасает. Братья и сестры, помните, те трое слепых, они хотели видеть, и они стали видеть. Вы помните, этот маленький коротышка, он хотел и искал видеть Иисуса, его желание Господь удовлетворил. вы помните того богатого человека, который имел и очень был богат, но он посчитал, что Иисус не стоит того, и он ушел назад в этот мир. Братья и сестры, точно так сегодня можно и нам упустить возможности, не упустить этой возможности. Если сегодня вы слышите, что вас зовет Господь и Божий Дух, не откладывайте это на завтра. Постараемся войти в покой, чтобы кто из нас не оказался опоздавшим. Используйте эту возможность, даже если вы грешны. Он тот, который отмывает нас от всякого греха и делает нас белее снега. Он тот, который вводит нас в общение с Отцом Своим, который дает нам Духа Своего Святого. Да благословит нас Господь в это отчаянное время позаботиться о Своей бессмертной душе. Иисус вошел в Иерихон. Иисус проходил через Иерихон. Иисус сегодня здесь. Иисус сегодня проходит мимо наших сердец. У Него есть, что сказать. У Него есть, что дать. У Него есть богатства и щедроты, которыми Он делится с нами. Он дает нам ни гроши, ни копейки. Он щедрый Бог. Он Бог всякой благодати. Да поможет нам Господь сегодня оценить Его и воспользоваться всеми теми благами Его благодати. Ему да будет слава. Аминь. Помолим. ХОХОХОХОХИ. Продолжение следует...